Пролог в формате «Квартирника» в Новосибирском музыкальном театре готовит спектакль с песнями Юрия Шевчука. Мюзикл «Фома» благословил сам рок-музыкант. В ходе работы над постановкой у артистов возникло желание исполнить песни ДДТ на публике, не дожидаясь премьеры. Что из этого вышло, расскажет Алексей Кудинов. «Квартирник» с песнями ДДТ в Новосибирском музыкальном театре решили провести не в главном здании, а в недавно построенном модуле. Здесь хранятся декорации, здесь пошивочный цех и здесь же есть помещение, где можно просто попить хорошие песни с друзьями. На «Квартирник» не продавали билеты, а звали тех, кому это интересно. Единственное условие – заранее зарегистрироваться. В итоге в импровизированном зале «Аншлаг». Здесь и постоянные зрители, и коллеги-артисты, и родственники, и журналисты, которым нужно будет писать о премьере. «Квартирник» Импровизированную рок-группу собрали из желающих. Здесь оказались актеры, музыканты театра и даже режиссер. На самом деле с Юрием Юлиановичем и группой ДТТ связано очень много в жизни, потому что я уже по полной программе увлекался рок-н-роллом, но это был период, когда я играл в самых разных рок-группах в городе Ижевске. И вот в какой-то момент одни ребята, которые специализировались именно на том, что играли песни группы ДТТ и были большими их поклонниками и фанатами, они пригласили меня в качестве клавишника в эту группу. И я с ними дал один-единственный концерт. Идея поставить спектакль, основанный на творчестве ДТТ, у Филиппа родилась давно, но звезды сошлись в Новосибирске. Важно, что и в труппе музыкального театра оказались артисты, способные исполнить не только арию из опереты или бродвейского мюзикла. Мне повезло в этом плане. Я не консерватория, не краеугольный камень, а академический вокал. То есть было дело и в группах играл, и сейчас продолжаю заниматься какими-то такими вещами, поэтому для меня особой сложности не возникает. Есть, естественно, какие-то проблемы, но они решаемые вполне себе. Вот и интересные, да. Постановщики говорят, что спектакль не будет автобиографии Юрия Шевчука. Скорее, размышления о судьбе поэта и музыканта, условного Фомы, в современной России. Каждому артисту есть что сказать. И об этом, и о роли песен ДТТ в собственной жизни. Получается, мне попалась кассета, на которой было написано «Просвистело». Почему-то от руки как-то это было нарисовано. И вот первый какой-то альбом я начал слушать, маленький. Мало чего понимал там этих текстов, мне просто нравилась как-то музыка и прочее. И я год-два, наверное, послушал, и мне захотелось научиться играть на гитаре. У меня с этого как-то вообще началась история с музыкой, с группой ДТТ. И какая первая песня, которую ты подобрал? Самая первая, конечно, «Что такое осень?». Это первая, я побежал к учителю музыки, он был в школе такой, дядечка. Я говорю, мне нужны аккорды. Он говорит, какие? Я говорю, Шевчук хочу. Он говорит, давай, что такое осень? Давай. И я вот сразу дома сидел и вот это все тренировал, пробовал. И маленький, я так, что такое осень? Это небо. Квартирник, посвященный ДТТ, публика приняла на ура, дав возможность и артистам немного почувствовать себя настоящими рок-исполнителями. Наверняка это поможет подготовить непростую премьеру. Все-таки русский рок – нечастый гость на театральных сценах. Алексей Кудинов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Новости ОТС.